Руки потеют, выделяется слюна и хочется быстрее все сказать, чтобы наконец-то уже... Вы не представляете, какие тут ароматы. Друзья, в начале программы нашей мы обычно у гостя забираем какой-нибудь подарок, который он нам принес, и отправляем его в музей. Это не тот случай. Михаил, что вы нам принесли? Что это? Ребята, прям вот... Я подержу. От нашего стола, вашему столу, наши кондитеры, повара, приготовили вам такой подарок. Музей, можно сказать. Мы сделаем фотографию, она попадет в музей. Да, мы ее расфот... Пирог, короче, с абрикосовым конфитюром, пирожки сладенькие такие, к вам, так вот, чтобы вы почувствуете. Обалдеть! Настоятельная музейная редкость, это пироги, это вкусная еда. Здорово. Михаил, обычно после того, как подарок нам вручается, мы что-нибудь, какое-нибудь испытание для гостя делаем, но это не тот случай. Поэтому мы пойдем глотать слюни и пойдемте, да, и пойдемте уже начнем писаться. Блин, давайте. Закон о фейк-ньюс в действии. 100 миллионов на парк Зернова и переход на летнее время. О чем говорит город, говорим. И мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире программа Нур Султан. Простите, в эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Кирилл Васенин. И Лидия Шулавов. Как вы понимаете, мы в тренде. Ну раз уж вышла у меня оговорочка по Фрейду, наверное, начнем с Нур Султана Назарбаева. Да. Великого президента великой страны. Ну, на самом деле, давай всем сразу расскажем, что про чем мы сегодня. Да мне кажется, что все в курсе. Да ну давай еще раз. Давай, давай. Глава Казахстана Нур Султан Назарбаев. После 29 лет. Почти 30. Да. 19 марта покинул свой пост. Причем сам. И ушел красиво и увековечил себя просто в истории Казахстана. Мне кажется, знаешь, как-то уходил такой вот раз на кассетном плеере еще такой, нажал плеер, оттуда группа «Звери». Я ухожу, ухожу. Красивый такой. Да. Как-то писал приказ о своем вагоне. Мне кажется, это отличный мастер-класс, как надо уходить. Как надо править 29 лет. И уходить. И уходить. Да, потому что, ну... В зените слава ушел человек. Теперь вот все вокруг Нур Султана. Да, все вокруг Нур Султана. Куда они плюнь, везде Нур Султан. В Казахстане, в общем, преемник сказал, ну раз такое дело, раз власть мне только что дали, а сделаю-ка я добро ушедшему президенту и переименую все вокруг в Нур Султан и Назарбаевск. Мне кажется, что даже у них язык, возможно, изменится. Люди будут говорить вместо «Привет, Нур Султан!» А ему в ответ говорят «Назарбаевич!» Ну, мне кажется, нормальное такое название. Немножко, мне кажется, это могло быть у Толкиена что-нибудь, Нур Султан какой-нибудь, да? Или в Нарнии тоже такое вот какое-то мистическое название. Русский сегмент интернета отреагировал, как всегда, очень живо и весело. Во всяком случае, в той самой сети, которую Роскомнадзор у нас пытается все закрыть. Нур Султанов стало много. Да, все каналы переименовали имени Нур Султана Назарбаева, и это выглядело очень забавно. Хотя, конечно, мы не пользуемся Телеграмом. Нет, 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 нет. Это все Наташа Петровна, это не мы. Это все Наташа Петровна. Журналистика теперь есть и в Ютьюбе. Под таким слоганом, как ты знаешь, вышел очередной Ютьюб-проект Алексея Пивоварова. Это известный журналист, в свое время он работал в команде Парфенова. В принципе, неплохой проект редакции. Он, как ты заметил, мы с тобой обсуждали, его сделан по всем канонам Ютьюба, конечно. Но, что мне приятно, красивым, правильным языком. Смотреть приятно. Ну, вот единственное, у меня некий такой диссонанс появляется, что... Вот он заявляет, журналистика и в Ютьюбе. Ну, это же блог, Ютьюб-блог, это... Ну, я не знаю. Хоть и сделано хорошо, хоть и сделано. И у него ведь каждая эта история, это такое мини-расследование. Несколько точек съемок, позиций, закадровый текст, а не просто вот, знаешь, там сижу и несу, что в голову придет. Выверенные эти тексты. Ну, на мой взгляд, это то, чего не хватало Ютьюба. В начале Парфенов, это как глоток свежего воздуха был в Ютьюбе. И знаешь, что нету еще в этой классной программе вот этих вот чудесных съемок? Когда сам себя снимаешь. Все снято на нормальное профессиональное оборудование, смонтировано на нормальных профессиональных монтажных студиях и так далее. А вот, кстати, Леонид Геннадьевич-то вот так вот себя снимает периодически в Парфеноне. И ничего. Я тебе хочу сказать, мы, кстати, друзья, мы хотим взять за основу и с этого Парфенона выдернуть одну главную составляющую этой программы. Ну-ка. Начать употреблять алкоголь в программе. Я боюсь, что на ТВ мы это сделать не можем. Это, кстати, одна из причин, почему журналисты уходят в Ютьюб, мне кажется. Там можно пить. Чай. Крепкий чай. Ну, на самом деле, вот эта тенденция, она радует. Ютьюб, он становится действительно многослойным. Если вначале он был такой вот, мне кажется, для подростков, чем больше вот этого новояза, который я не принимаю, может быть, я слишком консервативна. Ну, Ютьюб для хайпа. Чем больше хайпа, мата и вот всего этого, тем вот было лучше. А сейчас он как будто причесывается, он становится приятным для людей, которым нужна интеллектуальная пища. Он взрослеет. Взрослеет. Вместе с теми, кто его начинал и был. Главное, чтобы сейчас его на пике славы не закрыли. Ты смотрел же новые, новые намедни. Друзья, все на Парфенон, там новая намедни. Это очень круто. Мне очень нравится этот формат Парфенова. Рассказывать об истории. События, люди, явления, которые определили образ жизни. То, без чего нас невозможно представить и тем более понять. И вот так изучать историю, это же очень круто. Первый же выпуск выиграл в 1961-1993 год. Это был большой первый блок этой программы. Он выходил, наверное, в конце 90-х годов, наверное. В начале 2000-х. Да, и это произвело величайший просто бум в тележурналистике, потому что это было настолько круто сделано. Новый формат. Да, новый формат. Была отличная компьютерная графика, где Леонид Парфенов выходил на фотографиях с разными там известными лицами. А нынче как он сделал? Вроде бы YouTube-проект, но вот все выдержано. Это студия его нереальная. Вот эти люди, которые под манекены сидят, рисуя. Видно, как они же шевелятся, но это же снимают. Вообще классно. Очень круто, очень круто. Друзья, если вы не смотрели никогда на «Медни», начните, пожалуйста, с 1961-1993, с 1993 по 2003. Можно начать с 1946-го. Можно начать с новых намерений. Ну что, тогда до 1966-го ждать придется долго, пока все серии выйдут. Я имею в виду вот новый выпуск посмотреть, оценить масштаб, оценить, насколько хорошо и вкусно это сделано. И какой может быть журналистика. И журналистика историческая. Это же он окунает нас в историю. И действительно, он открывает страну. Это не бумажный, скучный учебник, где там прошел такой-то связь. А самые главные? Какие-то, вот мне нравится его слоган, да, то, без чего нас невозможно понять. Продолжая тему интернета, Кирилл, закон фейк-ньюс в действии. Ну, как расскажи. История, на самом деле, крайне неприятная и очень грустная. История про девочку Тасю, 12-летнюю, которая написала Путину, попросила трактор, потому что мама у нее работает медсестрой. Даже не трактор, а мотоблок. Мотоблок, да. Мотоблок маленький, которая бы помогла им просто возделывать приучасательный участок, чтобы просто себя прокормить. И вот это агрессия со стороны односельчан. Вроде все плохо живут, чего вы высовываетесь, и семью начали гнобить. Наверняка все в курсе этой истории. Больше всего меня поразила реакция Следственного комитета, который опубликовал информацию о том, что, мол, все угрозы и все вот это негативное отношение к семье Таси, это все фейк-ньюс. Все это не подтверждено, мол, они пообщались с семьей. И объявили это вот фейк-ньюс, все. Хотя после этого журналисты опять поехали к этой семье, поговорили и, в общем-то, убедились, что Следственный комитет что-то перепутал, наверное. Вообще, на самом деле, меня поражают люди, которые вот, не которые в СМИ работают, а которые живут рядом с этой семьей. Вот нам плохо, и вам пусть будет плохо. Что за люди такие? Ну почему все вокруг завидуют тому, кто на микрограмм успешнее, чем они, умнее, чем они? Ну вот просто набралась смелости, да, действительно, семье помогли, потому что эту историю обнародовали. И люди, просто неравнодушные люди со всей страны начали помогать. И это вызвало волну зависти и негатива. Ну, я не знаю, может, я сейчас скажу какую-то кощунственную вещь, но не очень хорошо характеризует эту ситуацию в стране. То есть люди настолько уставшие и озлобленные, что они на любое проявление добра реагируют вот так вот, агрессивно и негативно. Хотя, чтобы быть до конца откровенным, в итоге-то семье помог не президент, не местные власти, а помогли люди, которые прислали. Просто отозвали. Да, просто узнали расчетный счет, прислали денег, столько, сколько. Ну да, эта история была обнародована в федеральных СМИ. Да, прислали денег, прислали канцелярские товары, еще что-то присылали. То есть люди просто безвозмездно отдавали что-то, невзирая на то, что мало ли чего. Приземлимся к местной повестке. Ты же знаешь, у нас есть темы, без которых не обходится ни одна программа. Мне кажется, сейчас мы должны вот так, знаешь, на экране такой перечень, который галочкой появляется. У нас дороги и фирма магистраль. Это у нас 240... 230. Закон 230. 232-е постановление. 232-е постановление. Мало мы о нем говорим, Кирилл. Мало о нем говорим, да, Кирилл до конца не выучил. Ну и, собственно, парк Зернова, конечно. Парк Зернова, Кирилл. Как-то вы тут с Петром Смирновым поднимали тему, что... А вдруг мы лишимся 100 миллионов, да, Малышева? Вдруг лишимся 100 миллионов, потому что вот я этот документик тоже взяла с собой. К нужной дате, а именно к концу января, проектно-сметная документация по благоустройству парка Зернова, она не была выполнена. Напомним, что в прошлом мае в рамках конкурса «Малая города России» мы выиграли 100 миллионов рублей на благоустройство парка. Чтобы получить эти деньги, нужно было подготовить проектно-сметную документацию на это благоустройство до конца января. Защитить ее и, в общем-то, уже приступать к работе. Письмо, вот это от 12 февраля у нас, мы делали запрос, документации не было. Тут написано, что проектировщика ждут штрафные санкции, а судьбе, в общем-то, 100 миллионов ничего не было известно. И вот тут на прошлой неделе прошел комитет думский, и депутаты администрации задали вопрос. Собственно, где эти 100 миллионов, где наши деньги? Хороший вопрос. Владимир Емецов сказал, что все, деньги, они уже практически у нас, они переведены, выделены. И в конце мая начнутся уже работы. Сейчас будут конкурсные процедуры, и в конце мая начнутся строительные работы в парке. Насколько мне известно, в мае месяце начнутся работы именно там, где будет набережная, внизу, в парке. То есть будут проложены тропинки, подведено освещение. Кирилл, мне вот интересно, откуда тебе это известно? Никому не известно, тебе известно. Ну, знаешь, я всегда хотел сказать эту фразу, фразу, когда меня снимает камера, из неназванных источников. Просто, когда были обсуждения благоустройства парка, проекта благоустройства парка, и ты помнишь, мы обсуждали тут с архитектором Марией эти проекты, тогда на общественных обсуждениях, в общем-то, поддержки эти проекты не нашли. И было внесено множество замечаний, проектировщик эти замечания обещал учесть, но новый проект его так и не представили, его нет на сайте администрации, его негде просто посмотреть. И никто не знает, что будет благоустроено в рамках реализации программы на эти 100 миллионов. Обещают проект выложить в ближайшее время, ну что, будем посмотреть. Вот будет там что-нибудь на набережной или нет? Я не знаю, потому что, как ты помнишь, там мы вот эту арку хотели, входную конструкцию построить, вот этот сталинский ампир, женщина с веслом, все такое. В Госдуме хотят вернуть регулярный переход на зимнее и летнее время. А ты помнишь, чем мотивировали вообще вот эту вот, ну, отмену эту? Изнашивает организм и все такое прочее. Наконец-то появилась новая, новая у нас волна жителей, которых организм не изнашивается. Нет, на самом деле, как всегда, всегда есть недовольные. Были недовольны тем, что стрелки переводятся, стрелки перевели, теперь нашлись недовольные тем, что они не переводятся. Ну, там какие-то умные люди в Государственной Думе. Это не сарказм, это не сарказм. Это аккуратненько, вообще. Абсолютно не сарказм, умные люди в Государственной Думе, да. Они посчитали, что увеличение в среднем на 200 часов в год светового времени, вот если стрелки будем переводить, мы 200 часов светового времени получим, в общем-то, благостно скажется, да, в том числе и на экономике. При этом, несмотря на расчеты умных людей в Госдуме, многие российские международные эксперты, в принципе, продолжают сомневаться, что переход на летнее время поможет существенно экономить ресурсы. И я знаю, что Европа сейчас готовит законопроект, чтобы отказаться от перевода стрелок от регулярного. Европа все еще переводит, но планирует в 2021 году все перейти на какое-то стабильно летнее или стабильно зимнее время, как уж там решат. А мне больше интересно, кто те люди, которые жалуются на нехватку солнечного света? Я думаю, что самый простой способ узнать, необходим ли этот перевод стрелок, это спросить у горожан. Что думаете, дорогие? Зимние или летние? Как вы считаете, нужно ли вернуть сезонный перевод стрелок? Вы знаете, что это такое? Сезонный? Да. На летнее, на лето, на зиму. Нужно вернуть? Думаю, да, нужно. Я думаю, не надо. Так неплохо. Хотя у нас некоторые говорят, что как бы часа не хватает, вечером уже рано темно становится. Наверное, это лучше задать специалистам каким-то вопросом, но мне вроде и так хорошо. Зимой утром встаешь темно, с работы выезжаешь темно. Мы бы вставали на час позже, было бы хотя бы с утра утром не так темно, не так грустно. Не обязательно. Не обязательно? Вам комфортно? Да, вполне. Ну, это было бы лучше, приятнее было бы, хотя бы ты работаешь, приехал с работы или с учебой, еще немножко светло. И я так же считаю. Хорошо сказал молодой человек. Вы знаете, я встаю рано, влажусь поздно, мне без разницы. Скажите, как вы относитесь к сезонному переводу стрелок в зимнее летнее время? Безразлично абсолютно. А зачем это переводить? А раньше переводили? Переводили. Сейчас удобнее стало? По-моему, все равно. Продолжаем наш разговор, и к нашему соседскому Wi-Fi подключается шеф-повар ресторана Prime Михаил Юрьевич Сибирев. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. А я буду Михаил Юрьевич, мне нравится, как Лермонтов. Ребята, называйте, как хотите, только не горшком и ухватом не берите. Отлично. Михаил, вводите пароль от нашего Wi-Fi, сегодня вам достается настоящее поварское, он называется Мишлен. Ну, все просто. Супер. Отлично. Михаил, расскажите немножко о себе, а вообще тяжела ли дорога до шеф-повара? И мне кажется, что сейчас модно быть шеф-поваром. Вот эти фильмы, шеф Адамс, повар на колесах, это прямо вот какой-то мейнстрим. Ну, как вам сказать, модно. Может, сейчас стало это модно. Раньше было престижно, начнем с того, мне казалось. Когда я только в своей начальной карьере только начинал работать, там, обыкновенным помощником-поваром, или чего даже помощником начинал. Как бы мой стаж начался там глубоко уже как бы взрослым человеком. Я уже был... Во сколько лет? 29. А почему вот как вот так? Ну, знаете, есть разные люди, которые там, например, занимаются чем-то там, какие-то там, служат в каких-то спецподразделениях, там. А дома кактусы выращивают. И вот вы дома готовили, готовили? Ну, мне нравилось, мне нравилось это делать. Вы решили научиться или просто пошли помощником? Нет, нет. У меня были друзья тоже, которые там бренд-шефы, шеф-повара такие, ребята. Мы там периодически встречались. И один прекрасный момент просто звонит мне, там Андрей был товарищ. Он говорит, Миха, давай встретимся, пообщаемся. Ну, типа, по поводу. И у меня какой-то период такой был, там, небольшой, там, как бы, не сильно занятый был. Я говорю, давай попробуем еще. Прихожу, а там ребята по 22. Ну, два года, там, ну, такие, молодые все. Да, там, дядька приходит к ним такой. И он говорит, вот, типа, берегитесь. Вот пришел дядька. Ну, типа, ну, как бы. И так началось у меня вот это все. Моя, как, добрых уже 19 лет, как бы. Обалдеть. Да. И все, я думаю, что, ну, в повара идут, там, типа, в школе начал готовить, потом дом, потом такой, пойду я в кулинарный какой-нибудь институт, и хоба, и ты уже готовишься. А всегда готовили? Всегда тяга была готовить? Да, да. Какое первое блюдо? Помните первое блюдо, которое приготовили? Ну, не в профессиональном смысле, а в детстве. Ну, в детстве, ну, как бы, нет, яичник это уже было такое. Это в три года. Не в три, там, где-то там, в начальных прям вообще стадии такое где-то. Ну, как бы я сам в селе вырос, у нас все было, как бы, в достатке, там, имя, как ни странно, это были раки. Раки? Раки, это было первое блюдо, которое... Да, да, которое отлично сам, там, мне было, там, 11 лет, я их, там, как полагается, с пивом, с укропом, там, приготовил, как надо. Вот, в 11 лет с пивом, это хорошо. Это вот... Не, ну, я был любимым сразу сыном отца, там. Ну, можно я так это проеду? Проеду, это моя тема. Конечно, да. По тебе заметно. Незаметно. Незаметно. Семьдесят четвертый. Обычно говорят, что повар, ну, повар затачивается под что-то одно. То есть, что-то у него получается, он готовит мясо, у него больше получается мяса. Или больше по кулинарии, или больше по супам, по соусам и так далее. У вас вот какое направление больше развито? Как вот так, честно сказать, я вот, ну, как бы, плохо дружу с десертами. Я могу его там проработать, могу там соединить. Суть дела в том, что есть такие люди, которые, например, там, с тестом дружат. Дружат там со всякими конфитюрами, со всякими пудрами, там, всякими тонкостями, кориц, там, всяких ванили всяких. Ну, типа, это круто, да. Это все супер-пупер. Но если есть со мной рядом такой человек, я могу, черт, ну, как, что ходить. Зачем мне этим заниматься, если есть специально обычный человек? Да, есть такой человек, который, да, который на этом специализируется. Я как считаю, да, есть, чтобы набить живот, есть столовая. Вот я пришла, взяла котлетку с пюрешкой, наелась. Если я прихожу в ресторан, там еда, еда должна меня насладить. Ну, не просто брюхо набить, а насладить. Я должна посмотреть, насладиться, да, сфоткать в Инстаграм, выложить. Я должна есть и наслаждаться. Вот какую часть играет именно внешний вид в брус? Он идет с одним чувством, ну, как бы, получить удовлетворение от внимания. Начнем с того, мне так кажется, вот, ну, гость. Ну, да. Он приходит, вот, заходит, смоет интерьер, видит улыбающего, там, официанта. Ему же приедет. Да, это уже большой роль играет. Будь это глазунь какая-то, и будь это, там, поперкорн-стейк какой-нибудь, там, с артишоками, там, или чего, к примеру. Поперкорн, это смесь пятиперцев, говяжьи вырезки и стиль Нью-Йорка стоит. Это все. А потом уже все играет официант. Сложно вообще с поваром разговаривать, полный рот слюней. Ну, вот это. А потом уже, ну, как визуально, в чем мы увидим, сперва то, что нам приносят. А вот как-то... Кирилл, может, я уже задам вопрос? Ты прямо солируешь сегодня. Ну, про еду. А я хочу про шеф-поварок. Давай. Вообще заметно, что все шеф-повара именитые, которые там добились... А может быть, объемные? Ну, в общем, все шефы, они мужчины. Хотя, вроде бы, как бы... У меня очень много... Кухня – женское дело. А почему вот так вот в шефы пробиваются мужчины? Все-таки, может быть, готовка мужское дело? Нет. Ну, тут я поспорил бы. Я знаю и шеф-поваров, поваров, женщин, девушек, то бишь, которые дружат там с тем же открытым огнем. Ну, я имею в виду, дружат классически, там, с холодными закусками. Такие прям, кудесницы. Я знаю таких, есть знакомые, друзья. А шеф-повар, мне кажется, это как бы должен быть какой-то там порядок. Шеф-повар – это же в первую очередь не повар, а руководитель. Ну, руководитель в плане того, что... Организатор работы. Это да, понимаешь, что хороший шеф-повар, он хороший, когда с ним сушев классный. Зам. Да. Ну, чтобы люди понимали, что сушев – это второе лицо. Да, 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 второе лицо, которое ничем не хуже шеф-повара. Начнем с того, ничем не хуже какого-то другого повара, который имеет виской свое слово на кухне. Я могу и промолчать в этой ситуации. Не говоря о том, что я типа шеф-повар, я не буду с тобой там общаться. Типа, вот у меня есть сушев. Нет, это не так. Хороший шеф-повар – это когда у него один сушев, два-три сушев, и с которыми... Ну, говоришь, там, любая работа... Команда. Это такая, в первую очередь, это, ну, это прям такие, ну, как сказать, лужи такие сильные. Знаете, когда рядом с тобой, там, по леву, по праву в сторону. У нас сейчас Великий пост. Можно вкусно в пост питаться? Конечно. Чем? Чем? Мясо? Не-не-не-не. Ну, сейчас с нашими технологиями-то есть там типа соевые продукты. Ну, где некоторые говорят, о, там, типа сою есть, там, что-то раковые клетки какие-то вызывает. Ну, мы же ее не каждый день едим, мы не каждый день, там, есть такие продукты, которые по белкам глубоко мясо переплевают. Постное меню, там, раньше ели, там, ну, наши предки, там, тыкву, репу, картофель, там, ну, крупы, всякие грибы. Очень грибное меню. Богатое. Богатое очень, потому что наша Россия, там, как со своими лесами, со своими грибами, там, такими, да, очень много. Ну, как бы, так, я думаю, можно продержаться. Там такой пост большой, великий, на, там, тыквенных супах, там, на овощных бульонах. Это самая вкусная передача из всего цикла наших передач. Да, да, да. Самая вкусная передача. А, вкусная, да, вкусная, да. Вкусно говорить. А, навязан образ шеф-повара, мы уже начали с этого, современными медиа, современными кинематографами, и неразрывно идет ресторан «Шеф-повар» и «Звезды Мишлен». Ну, вообще, насколько это реально для России, насколько я знаю, что не так много у нас. И что надо сделать, чтобы получить хотя бы одну звезду Мишлен? С условия выполнения какие-то? Ну, по моей информации, там, в Москве, в столице нашей, великой, есть несколько заведений, у которых присутствует одна или две звезды. Ну, это... Я не считаю, что ты, ну, как, зачем ресторан оценивать по звездам Мишелина? Да. Ну, Мишелин-то начнем с того, пришло откуда-то, с Францией. Французский, да? Да, с Францией, да, сразу там духи, лямо-лямо там всякие, посетуа. И, короче, ну, Франция – это высокая кухня. Чтобы понять высокую кухню, там надо ее попробовать, о чем, ну, где у нас в России тоже есть заведения, в которых очень вкусно кормят, но она не высокая, она не французская кухня, а наша русская. Ну, Европа чуть-чуть прибавлено, там чуть-чуть немного, да. Роллы японские. Ну, роллы японские. Ну, у нас-то вот сказали, что пельмешки, да, вот Строганов был. У него пельмени были, его любимые Строганы, запеченные сыром в печи. Ну, я имею в виду... Я периодически так делаю, кстати, без кедровых аренда. Кедровые? Да. Ну, и в духовке делаю. Там в чугунке это все было, там. Просто мы привыкли, там, мы хотим чем-то, там, каким-то, вот я ем роллы, да, я похожий на японца, типа, да. Я там ем, там, о, ешь американский стейл, я, это, там, типа, бекон, кровь, там, коньяк вспыхнуло. Ну, знаешь, типа, да, действительно, мы хотим это попробовать. Ну, на каждый день мы выбираем наши русские знакомые. Наши, больше, наши суточные щи, вот эти, которые такие похучие, блин, вообще бомбей. Эпопея со школьными обедами продолжается. Теперь вот в Сыктывкарской гимназии нашли котлеты с плесенью. Нет, ну какие же все-таки дети у нас неблагодарны. Поварих им блючис в котлетки кладет, а они еще жалуются. Впрочем, жалуются не только на котлеты. Ну и на пирожки с капустой. И нет, не с мясом, а с разными металлическими предметами. Но вопросы как, откуда и почему, повара ответили все дело в старой мясорубке. Мол, иногда от нее что-то там отваливается и случайно попадает в продукты питания. В Министерстве образования региона, конечно, тут же взяли ситуацию под свой контроль. Но есть вероятность, что дело закончится так же, как и в Курганской области, где после утечки в сеть фотографии супа с говяжьим подъязычником детям запретили брать смартфоны в столовую. На канале Esquire появились фотографии главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, которые были сделаны во время приема граждан в Москве. Казалось бы, обычное дело, если бы не тот факт, что господин Бастрыкин зачем-то рассматривает экран ноутбука через лупу. Позднее Следственный комитет пояснил, что кадры уголовного дела на ноутбуке были очень плохого качества, поэтому и пришлось использовать увеличительное стекло. Россия и США потратят миллиард долларов для поиска жизни на Венере. И ладно бы на земле, не на что деньги тратить было. Но тем временем россиян ждет очередная реформа. Минфин совместно с Центробанком работают над концепцией системы индивидуальных пенсионных накоплений. Теперь, кроме 13% подоходного налога, россиян хотят взимать еще 6% так называемого пенсионного. Я, друзья, предлагаю перейти к любимой части нашей передачи, к испытанию для гостей, потому что говорить про еду реально больше невозможно. Хочется уже есть. Давайте. Михаил, поскольку вы к нам пришли первый раз, надеюсь, не последний, потому что разговаривать про еду – это круто. Для вас игра будет самая простая, такая, скажем так, базовая для нас. Это игра, которая называется «Третьего недавно». Поехали? Поехали. Поехали. Омлет или глазунья? Глазунья. Латте или макачи? Глазунья. Эспресс. Ладно. Постное или изысканное? Постное. Меню, я имею в виду, конечно. Белое или красное? Сухое. А какой из них? Красное. Красное. Ресторан или бестро? Чисто для себя? Для себя ресторан. Шаурма или шаверма? Как называете, шаурма или шаверма? Да. Шаурма, шаверма, шаурма – это две разных продукта. Да. Есть шаверма – это еврейское блюдо, а шаурма – это арабское блюдо. Донер, который имеется в виду. Да. Там впиток подают. Век живи, век учесть. Наверное. Вот мы лоханулись, да, пацаны, сколько раз? Ладно. Ели, да? Да. В зале или на кухне? На кухне, конечно. Газ или курица? Мясо. Ах, готовить или кушать? Конечно. Готовить или кушать? Конечно. Кушать, а потом, ну, готовить, а потом кушать. И готовить, и кушать. Алексей Зимин или Юля Высоцкая? Высоцкая, наверное. Я тоже девушку выбрал, хотя Зимин хорошо. Зимин, ну, немного знакомый с ним. Да. Нифига себе. Такой вот. Высокой кухней или как бабушка готовила? Как бабушка готовила. На кухне все идет по плану или нет? По-разному. Ну, в данный момент. В данный момент все по плану. Ну, все, отлично. Отлично. Вы даже прошли наш тест на возраст. Теперь фотография. На этом все. Кушайте вкусно, кушайте красиво и смотрите соседский Wi-Fi. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.